Президент Республики Узбекистан подписал постановление о мерах по ускоренному развитию продовольственной промышленности Республики и полноценному обеспечению населения качественными продуктами питания. Документ направлен на обеспечение полного соответствия сельскохозяйственной продукции, международным стандартам и требованиям безопасности, увеличению экспортного потенциала страны и освоению новых рынков за счет налаживания надлежащих отношений между производителями продуктов питания и экспортерами. Все детали раскроют комментарии программы. По прогнозам специалистов, количество проживающих на планете приближается к 8 миллиардам, а к 2030 году достигнет 8 миллиардов 600 миллионов человек. В то же время порядка 800 миллионов недоедают или попросту голодают. За последние три года Узбекистан увеличил экспорт продовольствия в три раза с 570 миллионов до полутора миллиардов долларов. В 2019 году поставки сельхозпродукции увеличились в два раза по сравнению с 2017. За год выращены 10 миллионов тонн овощей, 17 миллионов тонн различных сельхозкультур, а также 2,5 миллиона тонн мясной продукции. По индексу продовольственной безопасности, The Global Food Security Index, по версии аналитического агентства The Economist Intelligence Unit, в 2019 году Узбекистан поднялся на 9 позиций по сравнению с 2018 годом и занял 71 место в мире. Однако более полное продвижение на внешних рынках продукции данного сегмента затрудняется в связи с недостаточным соответствием международным стандартам и требованиям безопасности. Да и полновесного контакта между производителями и экспортерами не наблюдается. География внешних поставок расширяется не столь динамично, как этого хотелось бы. Глава государства не просто держит ситуацию под личным контролем. Множество видеоселекторных совещаний посвящены детальному решению проблемы и обозначению приоритетов по каждому направлению. В ходе своих посещений регионов руководитель страны в плотном графике всегда находит время для посещения предприятий, производящих продовольственную продукцию. Президент всегда подчеркивает значимость наличия производственной цепочки. Анализ и скрупулезный подход позволяют обойти острые углы в таком важном внутриполитическом вопросе, как продовольственная безопасность. В то же время при принятии документов всегда учитывается реальное положение дел на местах, мнение участников процесса, фермеров, переработчиков, экспортеров. В нынешних условиях, когда возникает глобальный продовольственный кризис, для нас, наряду с полным удовлетворением внутреннего спроса, открываются все возможности для повышения экспорта. Поэтому этот год для представителей аграрной и продовольственной сферы, кластеров, фермеров и декан станет годом больших испытаний и широких возможностей. В этом году перед отраслью плодо-овощеводства и животноводства ставится задача в два раза увеличить выращивание продукции. В это входят птицеводство и рыбоводство. Деньги у них есть, банк есть, люди есть, продовольственная безопасность сейчас самая первая задача. Постановлением президента о мерах по ускоренному развитию продовольственной промышленности республики и полноценному обеспечению населения качественными продуктами питания на Министерство сельского хозяйства возлагаются дополнительные задачи по созданию взаимовыгодных отношений между производителями, переработчиками и продавцами на основе разработки стратегии и современной модели развития, дабы конкурентоспособность вкупе с диверсификацией составляли основу результативности и эффективности. Постановление, подписанное президентом сегодня, возимеет положительный эффект на всю цепочку создания продовольствия, от поля до прилавка. В настоящее время, как известно, наше министерство переходит от моделей контроля административной модели к административно-сервисной. Мы будем проводить работу с перерабатывающими компаниями Узбекистана, оказывать им консультационные и сертифицирующие услуги. К примеру, в постановлении четко указаны меры по поддержке предприятий перерабатывающей промышленности. В частности, из Фонда сельскохозяйственного развития и продовольственного обеспечения в Министерство сельского хозяйства будут выделены средства на поддержку переработчиков, в частности, для создания инфраструктуры, а также для найма специалистов иностранных. К примеру, технологов, либо маркетологов. Помимо этого, в орбиту приоритетов, составаемого нового главного управления развития продовольственной промышленности, возглавлять которое будет вводимой в штатное расписание заместитель министра, войдет в создание инструментов финансового и нефинансового стимулирования и решение ключевых проблем в логистике, прогнозирование воздействия мировой конъюнктуры на ценообразование. Почвенно-климатические условия Узбекистана позволяют выращивать товары, многие из этих товаров, которые мы импортируем. При должной работе с качеством, с сортами, при понижении себестоимости переработки, мы в значительной степени способны понизить объемы импорта. Нашей кроегольной задачей в настоящее время является увеличить долю переработанных товаров в общем объеме экспорта продовольствия. Мы планируем к 2030 году поднять данную долю с 25% до 40%. В то же время изучение ситуации экспертами привело к следующему заключению. Холдинговую компанию «Узбеку Азукавкат Холдинг» с точки зрения рентабельности необходимо ликвидировать. Всего в республике на сегодняшний день порядка 16 тысяч продовольственных предприятий, из которых 684 входили в вышеназванный холдинг. К тому же у данной структуры имелись доли акций в 38 производствах. Планируется реализация большинства из них через привлечение иностранных инвестиций и грантов международных финансовых институтов. Хочу особо отметить разработанную на самом высоком уровне стратегию развития агросферы до 2030 года. Отрадно, что акцент делается на переработку и увеличение добавленной стоимости продукции, потому как непереработанное сырье сложно транспортировать, и расходы в этом плане могут существенно вырасти. Во-вторых, без должной обработки трудно добиться долгосрочного хранения. Приходится быстрее продавать продукцию по заниженной цене. Считаю, что новое управление Министерства сельского хозяйства станет локомотивом сельскохозяйственного сектора и сможет объединить вокруг одной цели всех производителей и переработчиков. Данное изменение является переломным моментом для Министерства сельского хозяйства, подчеркивающий переход данного ведомства к поддержке цепочки добавленной стоимости в рамках интеграции продовольственной безопасности республики. В прошлом основным фокусом деятельности Министерства было обеспечение производства, и этот переход показывает важность интегрирования всех продовольственных систем. Это позволит Министерству расширить свои полномочия и проецировать более интегрированную политику поддержки фермерских хозяйств, которые смогут выпускать продукцию с высокой добавленной стоимостью, больше зарабатывать и тем самым расширять национальный потенциал по переработке продукции и экспорту высококачественной продукции в масштабах Узбекистана. Помимо этого, определен размер возмещения 50% затрат, связанных с подготовкой технико-экономического обоснования для создаваемых перспективных проектов по производству продуктов питания, но на сумму не более 100 миллионов сумм по каждому проекту. Возмещение 50% затрат, связанных с предоставлением инфраструктуры для вновь создаваемых аналогичных перспективных проектов, но на сумму не более 100 миллионов сумм по каждому проекту. Покрытие 50% затрат, связанных с привлечением иностранных специалистов в области производства продуктов питания и их глубокой переработки, но на сумму не более 50 миллионов сумм на каждый проект. В 2018 году совместно с южнокорейскими партнерами мы организовали совместные предприятия общей стоимостью более 10 миллиардов сумм. И в начале этого года предприятие начало свою работу. В июне 2020 руководитель страны посетил наше предприятие, после чего для расширения экспорта нам было выделено дополнительно 3000 гектаров площадей. Пока объемы экспорта составляют 30% от произведенной продукции. К 2025 году за счет более углубленной переработки планируем отправлять за рубеж всю продукцию. Предстоит принять меры по поэтапному увеличению параметров государственного заказа приема, научную и заучную форму обучения по следующим направлениям бакалавриата – продовольственная технология и технология хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции. Будут решены вопросы качественного прохождения студентами стажировок и производственной практики. Правительству, ряду министерств и ведомств поручены качественно и в срок обеспечить реализацию поставленных в документе задач с целью повышения в республике объемов переработки овощей, фруктов, мяса, молока и другой сельхозпродукции на уровне мировых стандартов. Внедрение системы адресной господдержки местных производств, способных удовлетворять потребности внутреннего рынка и успешно экспортировать. Дальнейшего улучшения обеспечения населения безопасной и качественной продукции и, конечно, создания площадки для взаимовыгодных условий между всеми участниками, производителями, переработчиками и теми, кто продвигает товар на рынке. Fruit Season Group – фруктово-овощной кластер в целях расширения экспортного потенциала и ассортимента на внутреннем рынке. Удовлетворение спроса на самые различные виды продукции сельского хозяйства ведет свою деятельность на основе современных тенденций развития. Учитывая позитивные особенности вкуса и витаминизации узбекских овощей и фруктов, мы организовали глубокую переработку с высокой добавленной стоимостью. Постановление президента станет еще одним импульсом для развития нашего агрокластера и экспортных поставок. В конечном счете выиграют все, особенно потребители, ведь за конкуренцией, как известно, всегда следует улучшение качества и трансформация ценообразования. Тем более, что по данным международных организаций, в связи с последствиями пандемии коронавируса, число голодающих в мире может увеличиться в два раза. Есть над чем задуматься, не правда ли? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!